МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости первого карагандинского в студии Мирамгуль Салкимбаева. Я и мои коллеги расскажем вам о главных событиях этого дня. В начале выпуска коротко о главном. Трудоустраивать рабочих, которые высвобождаются в результате модернизации производства, должны областные власти. Премьер-министр Бахчан Сагентаев провел совещание, на котором обсудили модернизацию предприятий карагандинского региона. В регионе разыскиваются предполагаемые убийцы. 28 июля в Тимиртау были найдены тела двух жителей города с огнестрельными ранениями. Подозреваемых объявили в областной розыск. Сборная команда оздоровительного лагеря «Факел» стала победителем в областных соревнованиях «Юный спасатель». Областной департамент по чрезвычайным ситуациям уже не первый год проводит состязания для школьников. В ходе рабочей поездки в Карагандинскую область на прошлой неделе премьер-министр Бахчан Сагентаев посетил ряд предприятий. Во время визита на завод Сарар-Канан Караганда глава правительства ознакомился с инновационными решениями и технологическими особенностями производства хлебобулочных изделий. Производство Сарар-Канан Караганда представляет собой комплекс, включающий участок бестарного хранения муки, помещение водоподготовки, кондитерский цех и туннельные печи, в которых происходит процесс выпечки формового хлеба. Обо всем об этом генеральный директор компании рассказал премьер-министру страны Бахчану Сагентаеву. В завершении экскурсии была представлена выставка хлебобулочных изделий, выпускаемой заводом. В ходе рабочей поездки председатель правительства ознакомился с ходом модернизации завода по производству металлического кремния в Караганде. Бахчан Сагентаев осмотрел производственные цеха, в которых происходит выпуск, рафинирование и разливка расплава кремния, а также посетил склад промежуточного хранения. На заводе по производству металлургического кремния премьер-министр провел совещание с Акимом области представителями различных министерств и президентами крупных промышленных предприятий. Глава области Ерлан Кушанов ознакомил собравшихся с крупнейшими предприятиями индустриального региона, а также озвучил ряд проблем шахтерской столицы. Это и строительство нового медицинского центра, и модернизация теплоносителей. Модернизированная ТЭЦ-3 готова выдавать требуемые объемы, но для их транспортировки можно тепловые протяженностью 22 километра. Сумма составляет, поезды сейчас разрабатываются, более 20 миллиардов миллионов. Его строительство позволит обеспечить теплом почти 12 тысяч вольт, социальные административные объекты и объекты МСБ в новом центре Караганде. Четвертое. В острове стоит вопрос обеспечения водой населения города Каражал и поселка Гаген. В 2007 году, правда, программа питьевой воды года началась строительство с Ускольского водозабора. Строительство и монтаж завершены в 2013 году, но объект на сельфор не введен в эксплуатацию из-за некачественных уклоненных работ. На данный момент встал вопрос о работе водозабора, которое предусматривает восстановление строительства складов. В ходе заседания Бахаджан Сагентаев обсудил вопросы технологической модернизации с руководителями крупных промышленных предприятий. «Каждая компания презентовала, что такое, где что будет применяться, новые технологии, фокровизации и так далее. Хорошо все это идет. Когда мы говорим о технологической модернизации, мы же говорили о чем? Как будет повышена производительность труда от сегодняшнего? В 2025 году жизнь будет другая, и все страны будут бороться за рынки. Мы должны быть конкурентоспособны и страна, и продукция. Мы здесь должны быть, насколько увеличится конкурентоспособность нашей продукции, насколько увеличится наша эксплуатационная продукция, качество». Однако модернизация производства имеет и оборотную сторону, а именно – высвобождение рабочих. Премьер-министр поручил Акимобласти позаботиться о рабочих предприятиях, прошедших модернизацию. «Если сегодня государства модернизировались, применяете новые технологии, то понятно, что люди будут освобождаться. Куда их направить? Они же не виноваты, что работали на этом заводе, где происходит модернизация. Но это тогда должны вместо «Акимобласти» с другими отраслями отработать. Это даже не головная боль уже от того предприятия, у которого освобождается. Он свою задачу выполнил, провел технологическую модернизацию, начинает выпускать уже другую продукцию, которую постребовала на мире. За это им надо говорить уже спасибо. А вот «Акимобласти» должен двигаться. У «Акимобласти» должен быть четкое понимание. Куда пойдут? Вот он говорит, что 6 тысяч рисков. Вот надо вот, пускал. Надо теперь расписать, в каких объемах это риски распределить 6 тысяч. Допустим, «Акимобласти» решает, какие категории людей, какие специальности освобождаются. Их навыки на сегодня какие? Куда их можно научить? Бахаджан Сагентаев поручил государственным органам взять озвученные вопросы на контроль. Также ряд вопросов, касающихся экспорта, будет вынесено обсуждение в ходе предстоящего заседания Евразийского межправительственного совета. Андрей Тен, Сергей Высокосов, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Премьер-министр Бахаджан Сагентаев обсудил в Тимиртау актуальные вопросы развития моногородов. В совещании приняли участие представители центральных и местных государственных органов, Акимы моногородов и руководители промышленных предприятий региона. Участники встречи обсудили ход развития моногородов в рамках программы развития регионов до 2020 года, ход реализации якорных инвестиционных проектов, вопросы простаивающих и недозагруженных проектов, а также проблемные вопросы развития малого и среднего бизнеса. С докладами на эти темы выступили Акимы городов, Кентау, Степногорск и Тимиртау. Продолжение следует... Позицию частного сектора в своих выступлениях высказали директора промышленных предприятий. Премьер-министр Бахаджан Сагентаев отметил, что большая часть крупных промышленных предприятий страны располагаются в моногородах и являются системообразующими. Поэтому технологическая модернизация таких заводов, проводимая в рамках реализации послания президента страны, особенно важна для жителей этих населенных пунктов. Вместе с тем отмечено, что будущее моногородов зависит также от активной части населения, в частности предпринимателей, которые могут вкладывать средства в развитие таких сфер, как туризм и сельское хозяйство. Продолжение следует... Глава правительства поручил государственным органам учесть озвученные предложения при разработке изменений в действующую программу развития моногородов с целью повышения их инвестиционной привлекательности. Андрей Тенн, Сергей Высокосов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Жители области возмутили действия полицейского в Тимиртауском супермаркете. Полицейский в грубой форме выставил посетителя магазина из-за охраняемого лица. Видеоролик, записанный в магазине, мигом разлетелся по соцсетям. Неприятный инцидент произошел в пятницу во время рабочего визита в Карагандинскую область премьер-министра Казахстана. В супермаркет вошел мужчина средних лет. К нему подошел полицейский и в грубой форме потребовал выйти. Видео начинается с того, что страж порядка выталкивает из магазина мужчину. Видеоролик длится чуть больше трех минут. Чуть позже к полицейскому подключается охранник магазина. Но совместными усилиями они все-таки выталкивают мужчину на улицу. В то же время гражданина, который в этот момент вел съемку, не выпускают из супермаркета. Я оставлял врубшак. Нет, я не буду. Эй, зайди. В смысле? В смысле меня из магазина не выпускают? Жители Карагандинской области возмутили настойчивые действия полицейского. Люди недовольны тем, что во время приезда высокопоставленных чиновников страдают обычные люди. По сведениям пресс-службы ДВД Карагандинской области, по данному факту проводится проверка. Фаризал Ваева, Андрей Тимофеев, 1-й Карагандинский. Не трогайте меня, как я говорю. Я вам сразу скажу. Полиция разыскивает убийц двоих жителей Тимиртау, которые скончались от огнестрельных ранений в ходе разборок. По предварительным данным, 28 июля произошло двойное убийство в гаражном обществе автомобилистов Тимиртау. Двое мужчин скончались от проникающих огнестрельных ранений и по подозрению в совершении особо тяжкого преступления объявлены в розыск. Левкутин Павел Валентинович, 1986 года рождения, и Степин Никита Юрьевич, 1986 года рождения. Подозреваемые работали автослесарями. Предполагается, что двое подозреваемых могли покинуть город, поэтому розыск объявлен по всей Карагандинской области. Ориентировки на них переданы всему личному составу органов внутренних дел. Арестованный по подозрению в изнасиловании пятилетней девочки житель Сатпаева отсидел 16 лет в колонии за убийство. Как сообщили родственники подозреваемого, он был судим городским судом Каражала Карагандинской области за умышленное убийство. Вышел на свободу он полтора года назад. Социализация шла болезненно. Работу мужчина не нашел, своей семьи не имеет. Предполагаемый педофил неоднократно жаловался в кругу родственников и знакомых, что не может встретить женщину. Предположительно, отсутствие интереса противоположного пола к нему привело к совершению нападения и изнасилованию пятилетней девочки. До ареста жил с матерью, однако в день совершения преступления матери подозреваемого в квартире не было. Преступление было совершено 23 июля. На сегодняшний день ведется досудебное разбирательство. В Карагандинской области полным ходом идет внедрение системы обязательного социального медицинского страхования. Новый проект поддержали и частные клиники Караганды. По словам специалистов, с введением обязательного медицинского страхования улучшится качество медицинских услуг. В больницах будет усилена материально-техническая база. Центр микрохирургии «ГЛАЗ» – это карагандинская клиника, которая активно поддержала проект медицинского страхования. При наличии договора клиента с медицинским фондом все лекарственные средства, прописанные врачом коммерческой клиники, будет оплачивать фонд. Страхование гарантирует всем застрахованным гражданинам Казахстана, независимо от пола, возраста, социального статуса, место проживания и доходов равный доступ к медицинской и лекарственной помощи за счет средств фонда. Внедрение системы обязательного социального медицинского страхования основано на принципах солидарности между государством, работодателем и гражданином. Каждый участник системы сможет получить доступ к необходимому ему объему. Фонд будет единым стратегическим закупщиком медицинских услуг и у медицинских организаций. Возможность оказания медицинской помощи будут иметь лучшие государственные и частные клиники, имеющие соответствующие ресурсные обеспечения, опытных специалистов, оказывающих высококачественную помощь. Современный центр микрохирургии ГЛАС оснащен новейшим оборудованием специалистов высокой квалификации, мастера своего дела. Самые частые проблемы – это отслойка сетчатки, глаукома, астематизм и катаракта. Но благодаря специалистам и современному оборудованию даже запущенные стадии подобных болезней возможно лечить. А медицинское страхование дает для этого дополнительные возможности. Напомним, что с 1 июля текущего года начались отчисления за медицинское страхование. И уже с января 2018 года начнется деятельность фонда. Самые сильные команды юных спасателей со всей области приняли участие в традиционных соревнованиях, которые прошли на территории детского оздоровительного лагеря «Факел» города Тимиртау. Ребята состязались в различных конкурсах, среди которых оказание первой медицинской помощи, боевое развертывание, поисково-спасательные работы в условиях природной среды, а также спасательные работы на водной акватории. В соревнованиях принимали участие сборные оздоровительного лагеря «Факел», а также ученики школ города Караганды, Абай и села Токаревка. Всего 60 учащихся из школ со всей области. Программа соревнований включала в себя торжественное открытие, а затем ребята состязались в конкурсе оказания первой медицинской помощи, а также в конкурсе представления «Визитная карточка». И кроме того, юным активистам приходилось преодолевать дистанции, боевое развертывание, поисково-спасательные работы в условиях природной среды, а также спасательные работы на водной акватории. По итогам данных соревнований лучшие команды выезжают на республиканские соревнования в Алматинской области на полигон комитета по чрезвычайной ситуации. В сентябре будет проводиться международный сбор-семинар «Каспас-2017». В прошлом году наша команда также участвовала на этих соревнованиях. Также отрадно, что в этом году команда города Тимиртау выезжала на международные соревнования в республику Беларусь, где среди многих команд мира заняли третье общекомандное место. Это говорит о том, что высокая подготовка наших юных спасателей. На соревнованиях школьникам продемонстрировали аварийно-спасательную технику и снаряжение, имеющихся на вооружении подразделений ДЧС и войсковой части 52-859 регионального командования Орталык Национальной гвардии РК. В подготовке и проведении соревнований были задействованы подразделения департамента по ЧС области, сотрудники Центра медицины и катастроф и Управление образования Карагандинской области. Ежегодно, конечно, улучшается степень подготовки и методика подготовки. В общем, соревнования, они, можно сказать, приближены к реальным условиям. Так что ребята уже со школы, то, что их учили, подготовили, здесь уже конкретно покажут свое мастерство и подготовку. Ребята знакомились, общались и находили новых друзей. А это бесценно, отмечают организаторы. В каждом из участников, вплоть до их руководителей, прослеживался дух настоящего бойца. Ангелина Чернышева представляет команду из города Абай. В соревнованиях принимает участие уже во второй раз. И в этом году Ангелина со своей командой настроена только на победу. Ну, по ЧС соревнования было очень сложно немного поначалу. Сейчас более-менее. Что вы, как готовились? Готовились мы в городе Абай. По всем виду спорта, по боевкам, по плаванию, по всему. По итогам соревнований сборная команда юных спасателей Абайского района, успешно выступив в конкурсе «Визитная карточка» и в конкурсе капитанов, по окончанию всех соревнований заняла почетное третье место. Команда, представлявшая Бухожирауский район, по итогам всех соревнований заняла второе общекомандное место. Сборная оздоровительного лагеря «Факел» стала победительницей областных соревнований «Юный спасатель». В завершении всем участникам были вручены благодарственные письма, дипломы, памятные подарки и медали. Ну, а команде победительницы был вручен Кубок Победителя. Асель Созамбаева, Жаксулык Нурта, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В настоящее время много людей страдает от проблем с позвоночником. Иногда эта патология может быть врожденной. Сейчас в большей степени такие патологии замечаются у новорожденных детей. Например, поражение головного мозга или же синдром мышечной дистонии, которые сопровождаются малоподвижностью ребенка, частыми приступами острой кривошей, поражением головного мозга. Все эти заболевания возникают из-за смещения первого шейного позвонка под названием атлант. Но сегодня проблема решаема. Центр здорового позвоночника атлант поможет и новорожденному, и взрослому избавиться от недуга без оперативного вмешательства. Одним из таких клиентов стал трехмесячный Генрик Зараглян. Его беспокоила очаговая патологическая активность по левой теме на височной области. Как оказалось, у юного пациента была обнаружена мышечная дистония и ротационный подвывих атланта. Такой подвывих становится причиной малоподвижности ребенка и частых приступов кривошей. Дефект сопровождается постоянным плачем, неумением лежать на животе и неустойчивостью головы, а также полным отсутствием движения в области шеи и головы. После всех обследований пациента стартовала восстановительная программа «Атланта». 7 июля текущего года малышу была проведена процедура коррекции положения первого шейного позвонка «Атланта». Спустя 17 дней после процедуры у маленького Генрика уже не были выявлены органические патологии. А это говорит о том, что он уже полностью ортопедически здоров. Атланта Наиболее частые причины смещения «Атланта» – это акушерская травма при родах и кесарево сечения. В центрах здорового позвоночника «Атлант» существует специальная профилактическая программа. Она позволяет определить и устранить или же уменьшить смещение «Атланта» относительно черепа при помощи безопасной эффективной методики. Если у вас есть нарушение осанки, головная боль, боли в шее, боли в пояснице, анемия в руках, беспокоить шаткость при ходьбе, любые неврологические симптомы, то добро пожаловать к нам. Мы проведем вам диагностику. Соответственно, если есть причина, устраним ее. После процедуры необходим контрольный прием, который проводится не ранее, чем через месяц. Обычно пациенты отмечают улучшение качества жизни. Следующее изменение. Ребенок стал более активен. Сама села через шпагас. То есть пластика была очень хорошая. Видела, что люди, прежде всего, интересуют здоровье клиента и результат. Нет цели для того, чтобы сделать рекламу и привлечь побольше людей, а именно доказать, что это необходимо, прежде всего, для здоровья будущего. Чем раньше вы приведете свое дитя, тем лучше будет результат и тем дальше будет меньше процедур со здоровьем. Все желающие могут обратиться по адресу Ерубаева, 58, кабинет 4 или же записаться по телефону 8 708 436 500 или же 365 300. Асель Сознабаева, Фариза Улбаева, Никита Миткин, 1-й Карагандинский. Карагандинский шахтер в рамках 22-го тура премьер-лиги дома минимально уступил Таразу. Встреча на стадионе шахтер закончилась со счетом 0-1. Стартовый отрезок игры карагандинцы провели активно и первыми нанесли удар в створ. Однако голкипер Тараза был на высоте. В течение всего первого тайма у обоих команд был шанс выйти вперед, но ни одного гола зрители так и не увидели. На перерыв команды ушли при нулях на табло. Вторая половина игры началась с дальнего удара в исполнении хаффбека-шахтера Марка Станаевича. И вновь вратарь Тараза вытащил плотный выстрел серба. Горняки еще не раз пытались пробить защиту соперников, но всякий раз мяч не достигал цели. Счет был открыт на 82-й минуте. Таразский футболист Андрей Горбанец навесил на своего коллегу Жан-Эд Мориса, а тот головой переправил мяч в сетку. В последующее время игры горняки так и не смогли сравнять цифры на табло, и матч завершился минимальной победой Тараза. Комментируя встречу, наставник шахтера Саулю Шермялис заявил, что в последнее время команда значительно улучшила показатели, уйдя далеко от последнего места. Однако совершенствовать надо слишком много всего. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. На этом у меня все. Если у вас есть интересная информация, вы можете позвонить к нам в редакцию по номеру 420649. Также наши новости вы можете посмотреть на сайте телеканала Первый Карагандинский. А я с вами прощаюсь. Аман Сау Волмезда. Аман Сау Волмезда.